алло добрый день добрый добрый ночь у нас у вас день откуда вы гродно беларусь так я вам сейчас ответил вы бы не получили ответ ну вы написали выходите выходите друг друга в skype что ли я написал через час а извините не увидел ну ладно говорите я позвоню пока собирается у нас вот первое что ребенок сегодня сын спросил у меня я ему не смог ответить значит он услышал можно ли тебя называть отцом он вычитал где-то что отца только можно называть отца небесного а больше никого нету а так кто вам задал это сын у нас все записывается в интернет выставляется вы не против нет не против все значит это правильно сказал христос сказал слова христа а как он меня назвать должен папа нет я говорю христос сказал а как называть это вопрос второй эти слова христа как понимать там написано не называйтесь речь идет о родоначальнике какого-либо учения родоначальник вы записывать я что вам буду говорить у вас тогда она легче будет сейчас давай секунду Спасибо. Рудоначальники какого-либо учения, как это понимать? Только так. Вот он задал вопрос. Вопрос этот, написанный Матфея, 23 глава, 9 стих. Вы запишите себе. Евангелие от Матфея, 23, 9. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Это прямо задан вопрос. Смотрим второе место. 1 Коринфян 4, 15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Если говорят, что не называйте себя отцом, ну вот сейчас мы прочитали, то написано, не называйте себя никого наставником. Никого не называйте. Это тоже мы не можем никак отбросить, потому что это также слова Христа. Для себя никого не называют учителя, я так понимаю. Нет. Матфея, 23, 10. И не называйтесь наставниками. Ибо один у вас наставник с большой буквы Христос. Один наставник Христос. Это мы должны помнить. Почему? Он истинный, подлинный наставник. Снова считаем 1 Коринфян 4, 15. Ибо хотя у вас тысячи наставников, а как же там никого нет, а тысячи. То есть в прямом смысле наставить, коснуться души и ее глубин может только Христос. А все, которые нам говорят как-то, и ты пошел неправильной дорогой, вон туда надо было идти. Это тоже уже наставник. Тут не надо так чисто по-сектантски берут. Что такое секта? Секта, говорит, сектант. Люди не понимают. Это, во-первых, отрицание священства, отрицание церкви. И сектантский, это, как правило, узость взгляда на истину. Он на истину смотрит, но он видит, допустим, узнал, как звать Бога Иегова. Все, Иеговис уже Иегова, Иегова, Иегова. Саботник узнал про субботу. Он теперь суббота, суббота, суббота. А мы знаем и Иегова православное, что это имя Божие, и остаемся православными. Нас это нисколько не смущает. Должна быть широта взгляда. Мы должны так понимать Писание, чтобы ни одно место другому не противоречило. А у них противоречит. Я говорю, нельзя называться наставниками? Нет, там написано. А тут написано, тысяча наставников. Теперь Римлянам 2.20 говорит, ты наставник, невежд, наставник. То есть каждый, кто наставляет неверующего коммуниста, безбожника, ты являешься наставником. А как никого нет? Любой наставник, он действует по повелению Божию, от Духа Божия. А Христос Сам есть Бог. Разница показывает. И показывает, с какой буквы. Я родил вас. Сегодня отцами многих называют. Можно называться? Можно. Но в подлинном смысле рождения это только от Бога. Он рождает. Когда мы говорим, Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас и крестимся. Сектанты говорят, а как это можно? Когда один Спаситель Христос? Один Спаситель Христос. Я говорю, давай на бумаге запишем. Спаситель один Христос. Ну, а можем мы кого-то назвать? Нет, нельзя. Запиши, что это спасителем нельзя назвать. А если кто называет, то кто? Ну, кто? Как православные, это идолопоклонники. То есть он уже буровит, что попало. Я говорю, ну, давай посмотрим теперь что. И он посылал, говорит, на это не кто-то, а Господь Бог. Так, подожди-ка сейчас. Вот, Господь, говорит, это делал. Посылал, что, спасителей. Сейчас, минуточку, я гляну. Посылал спасителей. Так, минуточку. Сейчас я посмотрю, в неканонические книги еще есть? Нет, нет. Вот. Спасителей посылал он. Спасителей. А не один спаситель, а спасителей много. Все, которые спасают. Вот, отонул, ты протянул ему руку, вытянул его. Значит, это спаситель. И вот мы считаем, как написано. Неемия книга, 9 глава, 27 стих. Запишите. Неемия. И ты отдал их в руки врагов их. Еще раз, подождите. Неемия 9, двоеточие 27. И ты отдал их в руки врагов их, которые отчислили их. Но, когда в тесное для них время они вздывали к тебе, ты выслушивал их с небес. И по великому милосердию твоему давал им спасителей. И они спасали их от рук врагов их. Я говорю, а как же спасители? Он как будто первый раз Библию держит. Да как так это? А в моей Библии нет. Открывает спасителей. Но они узко смотрят. Они не понимают Писание. Вся полнота дана церкви. А церковь с первого века. Любого спроси баптиста, когда возник? В 17 веке. Еще в 17 веке Христос приходил. Лютирани не могли возникнуть раньше лютера. 1517 год. То есть раньше они не могут указать ни одного. Доказывать еще не надо. А Господь говорит, я создам церковь. И Он создал ее в день Пятидесятницы. И врата ада не одолеют ее. А раз не одолеют, не надо выдумывать, что он церковь, отменил и давай новую церковь создавать там. А там адвентисты, яговисты, мормоны и какой только нету по названию. И мы видим, что оказывается спасителей может быть много. Поэтому Божья Матерь спасает нас молитвами своими святыми. Она ходатайца рода человеческого. Он не понимает. Это его избрание. Он такой путь избрал в погибель. Он не прописан на небе, а прописан в аду. Но вы ему сказали. Спокойно, без раздражения. Узнай его, если можешь, как звать и молись за него. Если можешь. Если можешь. Так ему увидели. Павел говорит, я родил. А кто родил? Он кто? Ну, считаем мы первую главу Матфея. Авраам родил Исаака. Кто он ему был? Отец. Откуда известно? А когда Авраам шел с Исааком, Исаак говорит, отец, а где жертва? Ну, что доказывает? Он родил и называет его отцом. Доказательство полное. А как нет? То есть, отец в первоначальном, самосущественном смысле. Вот, люди добрые, но никто не благ, как только Бог. То есть, наша доброта от Бога. Нет в природе такого, чтобы помогали друг другу, жертвовали собою, заботились о сиротах. Этого нет в природе. А человек, говорит, не сама ли природа учит вас? В природе так, как Ницше говорил. Слабейший должен умереть. Почему Гитлеру говорили? Ну, как же дал приказ, пускай там больше миллиона жителей Берлина погибают. Это не должна такая нация жить. Она не могла себя защитить. Ну, потому что сатана. А другой там даже сейчас фильмы показывает. Другой в его же там окружении он заботился, как других спасти. Ницше, Ницше это такой у них был когда-то давно. Важный человек. И он говорил об этом. Сильнейший выживает. И Гитлер взял его за основание себе. А у нас не так. Какой бы он ни был, как Ева говорит. У меня стадами моими одевались холмы. Ну, а шерстью-то их кто одевался? Бедные, сирые. Никто не уходил с пустыми руками. В природе нет этого. Любая корова отталкивает другую. Весной они бодаются, какая сильнее. Курицы друг у друга отталкивают. Любви, любовь не заложена в природе. Там смысл выживания. И потом мы должны сказать, добро идет от Спасителя. От Христа. Он самое существенное добро. А наше добро от Него. От того, что мы услышали. От того, что мы по Его образу. От того, что Он Духом Святым на нас действует. И поэтому в подлинном смысле Отцом только Христос. Да как вот родил Павел Отец. Это правильно Отцем можно называться. Но это Дух Святой коснулся. Это Отец Его Небесный родил. И радость на небесах. Видите, это широта объяснения по всему Писанию. У православных толкование такое, что ни одно место Библии Святой не противоречит другому. У любого сектанта. Он на одно место берет. Я его не могу на другое перетащить. Вот берет исход. 20 глава. Не сделай никакого изображения на небе вверху. Я говорю, не сделай изображения на небе вверху. Написано. Давай. Что на небе? Ну давай. Облака, звезды, луна, солнце. Херуимы, Серафимы. Согласен. Все. Больше там ничего нету. А как же? 25 главе говорит. Сделай изображение Херуимов. Что, Бог забыл? Это я услышал все. Понятно, что мы должны во всей полноте брать. Вот вам ответ. Вы отец, и отцом пусть и называют. Но отец... Вот он в школе, вот он со школы пришел и мне это сказал. Там кто-то из сектакова. Где он учится? Кто-то из сектакова. Хотя он со мной в церковь ходит. Ну вот так. Вот вам ответ. Так, хорошо. Сейчас еще хочу у вас спросить. Вы в каком городе живете-то? В Гродно. 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 Гродно, я выходил в скайп когда-то зимой к вам с Андреем, с другом. А, вон как. Может быть, у меня столько каждый день приходят и... У меня там усы я побрил, чтобы к ключу ходить. Я говорил, наверное. Так, это последний день вы зашли, и теперь я буду только... До октября месяца меня может не быть. Ну там ходить, редко я буду отвечать, потому что там очень трудно... Знаете, Сихович, потому я и вам позвонил сегодня, потому что я давно хотел позвонить, но все как-то не давало вам набрать. А сегодня я понял, что если я не наберу, то уже неизвестно, когда там их были. У меня такой, значит, вопрос. Я, у меня двое детей, ну я называю ее женой, но мы не расписаны и не венчаны. Уже, ну живем давно, уже старшему 15 лет ребенку. И вот я решил сейчас венчаться, ну и креститься хочу. То есть, получается, я живу в блуде. Да, по церковным правилам. Но, надо добавить так, если вы ничего не знали, ну, так я скажу грубо, что вы оба были комсомольцы, допустим, а потом один обратился, то апостол Павел в послании Коринфянам говорит, если она желает жить, живите без всякого венчания, это не будет блудом. Вот это хорошо. Ну, надо уговаривать. Но Павел знал это. Апостол Павел сказал, тут не надо, а то попы перегибают палку здесь. Если оба не знали, но если ты был крещеный, ты знал, и женился на такое, и живете без венчания, ну, церковь это не может признавать. Это тоже правильно. Ну, да, все-таки я считаю, что я в блуде жил, потому что у меня и до нее была женщина, там тоже типа жена, но тоже опять же без венца. Ну, то есть было всякого. Ну, вот я просто, не знаю, там, в ноябре как-то меня переменила жизнь, вот, и что-то я решил по-другому все сделать. Скажите, пожалуйста, рядом с вами, который сидел, я называл его мусульманином? Это вы меня называли. Это вас? Ага, вон как. Ну, теперь я знаю, так и было. Вы ведь и изменились, и потом давно не были, а у меня тут наплыв людей за это время был. Да. Просто, Игнатий Тихович, а скажите, вот, если я сейчас покрещусь, допустим, потому что я искал концы, как меня крестили, и вот так отец крестный не помнит, а батька говорит, вроде тебя побрызгали только, ну, то есть я там маленький был, и я, ну, никто не, в итоге никто не ответил, как меня крестили. Скорее всего, что обрызгали. Да, да. Вот, я хочу покреститься. Вот, как только я покрещусь, мне обязательно надо повенчаться, правильно? Желательно. И уже, как после крещения, я уже, то есть, в кровать с женой не могу лечь, пока не поменчаюсь. Желательно так. Но, опять же, знаете, у вас есть священник, вот узнайте, что он вам скажет, а потом снова на меня выйдете. Я тут посвящать не могу. Вот, послушайте. Я понял, я понял, узнать у священника, я знаю, есть у меня священник. Вот, слушайте, запишите, 6-й Вселенский собор. 600. А где эти правила Вселенского собора можно найти? Книга правил называется книга. Книга правил. Она должна быть у каждого священника, она должна быть в руках. Его не рукополагает священник, а пока у него книги этой не будет. А сегодня они даже в глаза не видали. 84-е правило. Я один раз вам прочитаю его, а потом вы уже будете знать. Нет, вы сказали, 600-й Вселенский собор, 84-е правило. Да, 6-й Вселенский собор. А мы верим во Святую и Соборную Апостольскую Церковь. Соборство всего мира, и мы же православные. 84-я правила. Она гласит так. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяемые о младенцах, двоеточие, каждый раз, когда не обретается достойной свидетели, то есть вы не нашли их, кто как крещен был, несомненно утверждающая, я как крещенную суть, которую точно подписаться могут. И когда сами они по малолетству, ты, допустим, сам, не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, ну, раз маленький был, то не может. Должно без всякого недоумения крестить их. Должно крестить. Почему? Внимательно слушайте. Да таковое недоразумение не лишит их ощущения таликою святынью. То есть вы останетесь вне царствия. А если это было правильное крещение, это второе, оно не повредит. Нам не надо мудрствовать. Тут представьте, сколько было святых отцов. Правило принято, все. Я полностью согласен по поводу обучения. Когда крестят маленького человека, обучение, это обязательно. Потому что меня никто не научил. Родители не научили. Школа, наоборот, в кружок атеизма записывала. Там это какие-то 70-е годы были. И поэтому, не зная Бога, я жил, как вот, ну, как все, которые не видят Бога. То есть по таким ухабам. И вот, я не знаю, как, у меня такой вот, скажем так, за мной грешок водился один. Я, ну, вот, как такая страсть. Я уже, вот, допустим, ее делаю, говорю, ну, боженька, это последний раз я уже завяжу. И мне ничего не получалось. То есть как бы обманывал его. Но потом я как-то ехал и уже в машине расплакался и искренне уже попросил. Говорю, я сам не могу это бросить. Ты, Бог, мне помоги. И вот у меня вот сразу на следующий день как-то стало все в жизни меняться. Ну, правда, и такая перемена была. И мать умерла сразу после этого, как бы. И я как-то на вас вышел, чисто случайно. Ну, хотя я до этого ходил уже в церковь и, как его, на исповедь ходил, понимаете. И мне никто... Я говорю о своем грехе. И я уходил, и я не, ну, понимаю, что... Да вроде мне тут ничего и не сказали. Как-то избавиться от него. Мне говорили, ну, ты упал, ты встань и опять там иди. Я такой уже даже думаю, о, радостно, хорошо. Я тут упал, встану, опять приду на исповедь. То есть у меня уже на подсознании было, так это можно делать, ходи, исповедуйся. Ну, тебе отпустили грехи, батюшка, и все. Пока я не вышел на вас. И вот когда я вышел на вас, у меня это все переменялось. То есть мне никто не сказал, что ты будешь так делать, будешь в гиене огненной, ты не наследуешь сарствия Божьего, никогда не увидишь. То есть все, погибли полно. А так мне этого никто не говорил. То есть страха Божьего у меня не было. То есть просто обряды и все. И вот поэтому как-то я вас увидел и посмотрел, посмотрел, и меня это переменило. Я вот не знаю, я Бога попросил, и вот вышел на ваш исток случайно вообще. Как вот случайно вышел, вот мне объясните. Как? Я не... Значит, как меня... Значит, я пришел к другу, и мы смотрели... Вообще совсем другого человека. Такой Александр был, который типа там поймал какую-то клиническую смерть. Ну я знаю. И он с вами разговаривал, и вы там ему все объяснили хорошо. Ну вот я тогда увидел, думаю, о, интересный человек. И так начал смотреть ваши ролики там. Ну вот и в принципе и все. Он начал гиблиться. Как вы с него-то могли на меня выйти-то? Его, допустим, с ним вы говорите? А как он умеет? Он не православный. Он не православный, запомните. Игнать Тихович, я с ним не разговаривал. Его просто в интернете видео стояло, что типа поверите ли вы в Бога после этого там. Ну он расскажет, какие ему видения были там. Я это все знаю, неоднократно знаю. Но он-то потом вышел с вами на разговоры по скайпу. Он-то вышел, а вы-то как на меня вышли? А, так Андрей, вот у которого я смотрел, Андрей, он с вами списался, вышел с вами, и мы тогда пришли и разговаривали с вами вместе с Андреем уже. Помните, когда вы мне говорили, почему ты постриг губу? Вот, это уже мы вышли через Андрея, а сегодня уже я вышел сам. Ну, суть не в этом. Суть вот этого Саши мы посмотрели, а в итоге вышел я на вас. Удивительное дело просто. Да. Именно вот самый момент перехода на меня, мне никак не понятен. Как могли с него на меня выйти-то? Потому что он совершенно другой. Он говорит... Понимаете, у него-то много роликов было. Он свой ролик рассказывает, потом мы его дальнейшие ролики смотрим. О, беседа с Игнатием Ларкиным. А, вот теперь понятно. Ну, и все, так и вышлишь на вас. Ну, и что вот скажу вам. Понял, что... Понял, что одно, что... Вот там же на вас тоже и нехорошо некоторые говорят. И из окружения, те, кто не хочет верить в Бога, они говорят сразу, что вы сектант. То есть это люди, которые не хотят меняться. И из моих всех людей, которые я уже знаю, что, допустим, я смотрю, там, родственники, там, друзья, только один человек вас воспринимает, ну, и тоже, он тоже не броется. Остальные все, если даже некоторые... Ну, что там, с лапки на смотришь? Я говорю, да. Начинаю телефон показывать, и люди даже некоторые отворачиваются, убери, убери сектанты. То есть я понимаю, что... Но люди меняться не хотят. Но они все верующими называются. Они ходят в церковь, в костелы, там, и так далее. Я просто к чему говорю это все? Что тот вот, кто на вас плохо говорит, я на собственном примере говорю, что это, вот как в школе, знаете, хороший учитель, на котором уроки можно шуметь, балдеть, ничего не делать, вот это хороший учитель. А когда строгий учитель, там ничего... Но в итоге оценки там у строгого хорошие, а там, где учитель плохой, там на дне двойки, понимаете? Это вот так по школе у меня было. То есть где можно шуметь, балдеть, ничего не делать, вот я хороший учитель. Так вот у вас, вы строгий, поэтому это хороший учитель, реально. Потому что я понял, что прийти к настоящей вере без страха Божьего нет. А вы его, страх Божий, преподаете нормально. Так, я еще вопрос задам. Так, вы сейчас еще просто припомните тот момент. Когда вы послушали мою беседу с ним, с этим Сашей, то в этой беседе вы что ухватили, главное? Почему она вас привлекла? Понимаете, с Сашей мне, с Сашей, ну, потому что вы истину говорили, а он-то чушь говорил. А как вы разобрались в этом? Ну, я не знаю, я как-то сердцем почувствовал. Вот в этом все и дело. И которые люди у вас будут говорить, там против меня что-то, я попрошу просто как-то поближе к ним, к людям, мне нужно узнать, какие мои недостатки. Враги нам лучшие друзья. И вы спросите, по Писанию, по Святой Библии, пусть они покажут, где я не прав. Где я против святых отцов, против канонов, и я буду исправляться. Я человек. Мне хочется узнать. Антитихович, то, что вы мне сейчас сказали, это я все уже говорил людям. Я говорю, покажите, где он не прав, и я тогда с вами соглашусь. Понимаете, мне начинают... Ну, он резко начинает говорить, он это. Я говорю, а что? Я тоже говорю, когда вначале посмотрел, мне тоже показалось резко. Я сам даже, я вот смотрю на ваши беседы, допустим, ну, резко как-то он уже перегибает, там, и такие у меня мысли были, ой, что-то восхваляет себя, что-то это, что-то то, что-то резко как-то люди... Бог сказал любить всех, он как-то вроде людей не любит. Ну, вот это у меня такие в голове вопросы выскакивают, но я сразу же на них второе какое-то... Я не знаю, что это, как два меня. Второе говорит, нет, вот тут так, вот тут так, вот тут все. Я сам себе отвечаю, нет, везде, в принципе, он прав, если разобраться. То есть я сам не могу найти вас, хотя у меня раз... Ну, против тоже вас какие-то мысли заходят, но тут же ее другая мысль убирает и исправляет как-то. То есть я, ну, у меня такое видение было. А люди... Я знаю, почему люди вас не воспринимают сразу, они не хотят меняться. Да. Потому что если вас воспринять, как вы все делаете, это нужно как минимум не брить бороду. А это как? Люди думают, что вот борода это... Мне говорят, ну, что-то там, вот ты не бросишься, что-то, это же тебе ничего не дает. А на самом деле дает, я это вижу. Во-первых, на меня уже сможет... У вас там в России, может, в Барнауле, там, знаете, побольше бородатых, у нас их вообще нету. То есть сейчас я где-нибудь встречусь ни с кем, но меня сразу показывают, что с тобой случилось, там у тебя крыша не поехала. Ну, ладно, это отпустим. Но зато эта борода хоть мне дает... Когда у меня спрашивают, мне хоть она дает сказать людям хотя бы о Боге, о Христе? Ну, почему я такой? Хотя бы она вот это дает. Ну, как минимум. А, конечно, она и там... Я так понял, что она и со здоровьем связана, то есть получше себя чувствуешь. Ну, я не знаю. Ну, жена моя два месяца, вот, у нее был бой со мной, но успокоилась, я не... Ну, я сказал, что... Это надо претерпетье. Аввакум назвал, протопоп Аввакум, блудодейная ересь. Обязательно жена восстанет и другое. Вот. Бог, да, мужчине, это мужчина. Искажение, это хуже изнасилование, Библия говорит. Люди, которые против говорят, они должны подтвердить недоумение, свое несогласие по Библии. Допустим, я сектант. Давайте так. Вы скажите, ладно, он сектант. Давайте на бумаге только запишем. Сектант. И второе. Ну, раз сектант отошел от церкви, он понимает по-другому. Это уже ересь. Значит, он еретик. И вы посмотрите на их глаза, скажете, да, да, ну, вы согласны с этим. Ну, давайте на бумаге напишем, чтобы вам не забыть. Распишитесь. А теперь открывайте наши ролики, и архиереи, патриархии к нам едут, с нами служат, вместе причащаются. А теперь уже канон. Ты издалека ни разу не встречался, вынес приговор, а он рядом приезжает с хором, со священниками, и его к этому побуждает, говорит, патриарх Кирилл, а до этого патриарх Алексей, к нам так они относятся. Так они этого не знают. Почему вы патриарху не подскажете? Согласно наших канонам, если архиерея и священник молятся, молятся со мной, а не просто так. Благословляет, причащает его. Сразу надо снимать сан с него. Ну и куда мы пришли? Так если вы правы, уже минимум у нас три архиерея, лишенные сана, а вы остались на своем месте. Ну подумайте, что-то они в ваших рассуждениях не сходятся. Архиерей рядом, мы видим, как мы беседуем, как он обнимает, как благословляет. Это не один, не два года, а годы идут. И они не могут разобраться. Ну просто, понимаете, Игнатий Тихович, мне лично, для меня, мне достаточно того, что у меня произошли перемены, которые я все время их искал, но что, беста мне их не давал. Я-то искал где-то в душе, но беста меня держал. И только, мне без разницы теперь, кто вы там, сектант или не сектант, мне все равно. Я изменился, понимаете? То есть я стал, я не пью, не курю, с женщинами другим не хожу, о людях стараюсь плохо не думать, не гневаться, ни то, ни то. То есть на машине, если раньше ехал я подрезать кого-то хотел, или еще что-то, потому что мотокроссом занимался, то сейчас я еду, меня все обгоняют, и женщины, и старики все, я ползу как черепаха. То есть у меня нету сейчас, если меня кто-то подрезал. То есть я изменился, только я не знаю, мне говорят, что ты уже, наверное, загнался, может ты уже перекручиваешь. Я уже и сам думаю, может я и перекручиваю, может так уже сильно, ну понимаете, я что-то как-то уже вижу в каких-то мелочах какие-то грехи все время в себе. Может быть это уже чересчур, или это нормально. Ну ладно, вот допустим, это вас Господь коснулся. Меня интересует моя биография. Люди, которые что-то говорят, вот он сидит, а я составляю социальный проект, вы увидите как. А что в этом за... Ничего нету. Другой социальный проект с другого конца света. Ничего нету. Я говорю, ну в этот проект что входит-то конкретно? Ну, они знают, что, ну заключенные входят, да, и ты работал с ними, У меня нет проектов. Я 17 лет в тюрьме, иду по камерам, собираю там вещи, что нужно, выступаю по радио, они выходят, преображают жизнь. У меня нет проекта. Другое. Дети беспризорные, миллионы детей. У меня нет проекта, но я 44-й год создатель и начальник детского лагеря. Без помощи государства, тысячи детей отдохнули были. Какие ваши проекты? Проект Любовь Божия. А эти люди, которые говорят, Яков говорит, покажите веру вашу, без дел ваших, а я покажу из дел моих. Город на вершине горы. Я не могу не говорить о том, что со мной Бог сделал, я обязан сказать. Обязан, потому что это... Я сокрою планы Духа Святого. У меня этого не было, я этого не знал. Но Бог это сделал. А они против. Вы правильно сказали. Они не хотят меняться. Не хотят Богу дать место в сердце. Не надо. Пусть они про меня забудут. Но если они будут любить Христа, в Духе Святом все делать, родятся свыше, а они будут искать мои материалы. Не меня, а мои материалы. И они увидят, ничего иного здесь нет. Кроме прославления Бога. Чтобы они любили Святую Библию. Люди, которые против, они Святой Библии не отдают должное место. Это абсолютно все. Скажите, я не православный. Давайте, еще раз, запишите. Я сектант. Ну, как через сектанты люди приходят в православие, а через вас нет. Так я-то могу показать, да и другие показывают ни одного, ни двух, которые стали священниками в православии, в постсовской патриархии. И они там знатные, их очень высоко видать. Почему? Просто вопросы-то эти нельзя не задавать-то. Моего православия, маленького, хватает, чтобы сектанты делались православными. А вы ведете себя, как совершенно неверующие. Доказать-то легко по делам. По делам Бог определять будет. По делам каждый будет судим. Не по словам. Я скажу, ты черепаха, ты удав. Но надо доказать, где я кого. Если вы говорите, я как черепаха. Ну, я не черепаха, я уважаю другого, не подрезаю теперь. По кочкам не скачу, как козел. Вы это услышали, на вас подействовало. А те люди, которые с вами были, их слова на вас не действовали. Значит, мои слова имеют другое значение, другую силу. Тем более, вы подвиглись их к чужим женщинам. А вы поняли, та, которая с вами рядом. И с той надо еще разобраться где. Я вам не сказал, идите к каким-то сектантам, а сказал, разберитесь здесь и вопрос решайте со священником. Если вы сейчас примете крещение, по слову Божьему, вы как будто родились заново. Ничего за вами никогда не было. Это Бог говорит. Я прощаю и не вспоминаю. Почему они вас не подвели к крещению? Эти люди, которые называются православными. И уже мы сомневаемся, подвину ли у них православие, не осуждая их. Это в том, в том-то и дело, понимаете. Я вот сейчас просто не хочу говорить, ну, вот, потому что, я не знаю, имею ли я право не рянин, а вот просто вообще о священстве и говорить просто с кем-то. Говорить мы можем обо всем. Обо всем. Говорить. Об осуждении это не будет. Рассуждать, но не осуждать. Осуждать это значит выносить приговор, что ему покаяния нет. Иногда бывают такие моменты, когда человек умер и покаяния нет. Вот тут все, уже дверь закрыта. А рассуждать мы можем. У нас... Можем. Вы говорите, Иуда был предатель, но я его осудил или нет? Как я осудил? Диатреп никого не принимал. Иоанн говорит, и нас не принимает, и гонит. Ну что, мы осудили его разве? Ну нет. А ну хорошо, вот такой пример я вам приведу, допустим. Вот мы с другом вышли со службы, да? Ну и идем со службы домой, и в дороге разговариваем. Ну и вот, допустим, один из нас говорит, ну почему батюшки, допустим, не говорят девушкам, чтобы они юбки-то по длине одевали, потому что реально уже заходят почти что в мини-юбках. Вот был вариант такой, чтобы пришла в мини-юбке. Это есть осуждение или обсуждение, или нет? Нет. Это вы рассуждаете и приходит к выводу. Но это должно закончиться с этим. Желательно. Как только вы сказали о мини-юбках и остановились, скажите, батюшка знает про это, что мы говорим? Нет. А вот теперь мы его осуждаем, ничего не делаем, поворачиваем оглобие назад. И пошли к батюшке, и подойдите, и скажите, как его звать батюшку? Ну там много, и Александр, и Сергей. Александр, подойди и скажи, отец Александр. У нас вот этот вопрос возник. Написано, говорит, как прилично святым одеваться. Это апостол Павел пишет. А где это написано в Библии по поводу женской одежды? Одежды. Да это не одно место, это много написано. А именно вот, там что может указываться, где-то прямо длина юбки или как? Ну никак. У нас написано, чтобы от пола не больше 10 сантиметров. У нас правило введено это. Хорошо. А в канонах или по Библии где-то есть одежда? Есть, есть. Смотрите как. Написано к Титу, вторая глава, третий стих. Тит, вторая глава, третий стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Прилично святым. Так, когда к старицам одеваются, значит, старицы тоже неправильно. А когда говорится о старице, не означает, что молодые должны как попало. А почему? А вот как почему. Вот. Первая Тимофея 2.9. Так же, чтобы жены, жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Видите как? Какое тут целомудрие? Когда она наклонилась, и у ней сидящее место все на виду. в том же дело. Вот теперь целомудрие, скажи, батюшка, мы хотим узнать, что такое. Что такое целомудрие? Бог, 2 Тимофея 1.7. Бог дал нам духа небоязни. Не надо бояться ни священника, никого. Бог дал нам духа небоязни, а что? Но силы и любви и целомудрия. У нас силы есть повернуть оглобля назад. Мы говорим по любви, и батюшка не делает это, если не делать замещание, он погрешает весьма сильно. Это его дом. И он превращается в дом разврата. Христос пришел. Это откуда вы сейчас прочитали? Я посчитал 2 Тимофея 1.7. Ага, 2 Тимофея. Теперь смотрите. Христос пришел, говорит, дом мой, домом молитвы наречется. Дом, в котором везде были иконы от пола, от потолка и снаружи, и снутри. Откуда известно? Из Икииля 41 глава 17 стих. Запишите. Это важный стих. И он, Христос, не назвал его капищем, но дом мой. А вы его сделали вертепом разбойником. Вертеп, почему? Торговый. Ходят вот такие к вам. Это, скажи, вы, дом Божий, батюшка, сделали блудилищем. И которые люди приходят туда, они становятся сзади женщин. У мусульман женщина с мужчиной не заходят в мечеть. У них другое место. А как одеваться? Посмотри, как они одеваются. Первые христианки одевались точно так, как мусульманки. Мы проехали Турцию, шесть мусульманских республик, были в Чечне. Это совершенно, ну, не то, что там другая культура. Это сохранение женщины. Вот маленькая девочка, ну, маленькая, там, лет 12, может, или меньше, и она побежала за водой. Отец говорит, остановись, дочь моя, у тебя щелок спал. Ну, пап, ну, неужели так это важно? Он говорит, все тело будет спасено, вот это голое, будет в огне гореть. Тебе понравится? Вот он, он не знает писания. Я, говорит, сразу, она о себе теперь рассказывает, вспоминая отца. Я, говорит, сразу, поддернула на щелки свои, побежала за водой. Но у нас ни один этого не скажет. Какие-то ножки-то у нее красивые, это им и проще это. И она будет болеть разными мамизмами. Она будет творогом, говорится, ходить. Это все известно. Она вся и зайдет на грех. Она соблазняет других. Теперь что? Слово целомудрия. Что? Пусть объяснит. Быть, Тит говорит, быть целомудренными, чтительными, попечительными. Юношу увещевай, быть целомудренным. А у юноши что? Тоже прилично одевать. У нас оказано как? Даже быть не в жинцах, не плотно обтягивающей одежды. Так и было. А как мусульманка? А она как в мешке. Вот, говорит, они вышли, видим, это студентки, город Тегеран. Ну, мы, говорит, иностранные туристы-то навел, говорит, я начал фотографировать. Одна из них сразу отошла и говорит, я попрошу вас, пожалуйста, сотрите это. Потому что у нас принадлежат неприятности, когда увидят, что мы так стояли. Там другое отношение. Мальчишка с сестренкой поссорился. Ну, и желая досадить, ей сидят за столом, обедают. Мусульмане. Я не говорю, что надо так поступать, но показывают, до какой вершины они доходят. И он решил прямо на отсюда сказать, пап, а наша Аиша-то, она в кино снималась. Отец так, как в кино? Я тебя разрешал. Пап, так она там с мужчиной целовалась. С мужчиной? Моя дочь? Дочь, было это? Она говорит, да так. Он мгновенно выхватил пистолет и застрелил ее прямо за столом. Я один буду в тюрьме, но ни один не скажет, что я был безразличен к моей дочери. Вот как учат. Мать осталась вдова. Одна. Его спрашивают. Но если она будет принимать одного мужчину, ну, у них тоже свое венчание, так назовем, церкви, зарежу. Ну, а сестра где-то тайно встречается с зарежу. У них этого вообще нету. Я разговаривал с мулами, с мулами. Я говорю, а какой у вас процент сохранения девственности до замужества? Они говорят, а что это такое? Ну, я говорю, она встречалась, с палатом или как-то. У нас нет. Сто процентов. А у нас сейчас в школе, в восьмом классе трудно найти девственницу. У нас тут потерялись девушки как-то. Ну, искали, их разные версии разрабатывали. А может быть, колдуны эти разные, сатанисты в жертву принесли. Ну, и вызвали главного в Барнауле в КГБ. ФСБ, скажем так. Его допрашивают. Он говорит, а вы знаете наши порядки? Мы приносим жертву, но приносим девственницу. А где вы среди студентов, которые потерялись? Они уже убитые были. Тут ни одной девственности нет. Они нам даром не нужны. То есть он над ними посмеялся. Вы даже нас не знаете. Никого они не приносят. Они черную кошку ловят и на этом довольствуются. Поэтому нужно до конца договаривать. Вы заговорили? Ну, не сегодня, завтра. С батюшкой поговорить. А мало того, встаньте в дверях, чтобы священник увидел, там что-то шевелится. И скажите, неприлично. А мало того, купить можно юбку длинную и сказать, оденьте, а потом выйдите, отдадите. Мы так делаем. Но к нам вообще, нас говорят, а вот если она в мини-юбке вы из храма выводите? Я говорю, мы не выводим никого. А почему? Да мы их не запускаем. Без платка у нас ни одна не зайдет. В брюках она приехала, она начальница. Приехала подполковник милиции. Но в брюках она к нам даже в лагерь, в лагерь детский не зайдет. Я вынесу ей юбку. Это наше правило, наш дресс-код. Они понимают. Но она поехала в санэпидемстанцию. Ну, такая женщина габаритная, говорится. Корма много шире головы. Ну, она с документами против нас. Я ее не запускаю. Но она-то приехала, говорит, я хотела узнать, как у вас белье тут гладят. Нет, там простыни. Я говорю так, положите свои документы. За пределами здесь. И вы забудьте, что вы начальница там на несколько районов по санэпидемстанции. Я вас приму. Дал ей материю. Материя, она обернулась. И как гостя. И я ее накормил. Потому что всех накормить, а она одна. Я знаю, что с ней будет. Ну, а вы, что вы хотели-то, как гость, я вам покажу. И где у нас белье. И как дети спят. Тебе вам это нужно. Но это вы уже не как санэпидемстанция. Вы просто гость, которому я окажу любовь. Она все осмотрела. И вы бы знали, насколько она возвышена, приехала и стала там рассказывать своим-то, где я была. И мне все показали. Какая у них чистота, какой порядок. А говорили, у них нет. Ну, у нас, у нас сколько там стиральных машинок и прочее. то есть она все увидела. Как меня без юбки-то не запустили туда. И в то же время запустили. Как они могли так сделать? Но в юбку вынесли, она не может войти-то в нее. Наши оказались. Она слишком хорошая. Мы ей тогда материя, она обернулась, и она ничем не нарушила нас. Устав, и мы не нарушили любовь. Любовь превыше всего. Она превозмогает. Немного. Ну, спросите теперь так. Они так делают? Да, во-первых, нет этого у них нигде. У нас в детском лагере подъем в пять. В первую очередь. Пять. Ни одного лагеря нет такого. Ни здесь, ни за рубежом. А дальше гимнастика, пробежка, молитва, чтение Евангелия с толкованием. И каждый день. Вот чем наш лагерь отличается. Он освященный. То есть священники. Все посты строжайше соблюдаются. И мы не православные. Потому что то православие, которое у них, оно никакого отношения не имеет к православию. Православие – это широта, это любовь, это целомудрие, это забота Матери Церкви о нас. И когда мы это исполняем, мы делаемся чужими для них. Тем более удивительно. Это означает, что мы точно пошли по следам Христовым. Мы на них не обижаемся. Кто на нас так говорит? Худо. Они нас предупреждают, не будьте подобны нам. А мы скажем, будьте подобны нам. Подражайте нам, как мы Христу. Это апостол Павел говорит. Это не наши слова. А вы восхваляете себя. Понимаете, я должен сказать, город на вершине горы. Хорошо, что вы детей с детства приводите к вере. Потому что вот у меня ребенок, допустим, ходит в гимназию, и он говорит, я ни одного единомышленника не видел. Вот так. Который мог бы поговорить про Христа, то есть все напрочь отвергают дети, родители ничего им не говорят. моего ребенка сектантом называют уже там, понимаете. А у нас занятия каждый день идут в лагере, не говорят только, кто дома. Мы разные, мы совершенно разные. И что они о нас отзываются худо, это совершенно справедливо. А Христа кто любили? Пришел к своим, и свои не приняли. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. А которые приняли, им дал власть быть чадами Божьими. Вы всегда помните два пункта. Два. Всего только два. Первый пункт. Надо бы народиться свыше. Кто не родится, не может увидеть Царствие Божие. Вот момент. И второе. Быть Вадимом Духом Божиим. Это то, о чем Серафим Саровский говорил. Вы этим людям скажите. Вы это знаете, не знаете. Поэтому вы погрешаете тяжко. Вы грешите не просто против человека, а против усыновлений божественных. Я их исполняю, ты меня судишь. Ты не исполняешь, ты на белом коне. Но перед Богом это не так. Лучше, говорит, один исполняющий, чем 10 тысяч нарушающих. Серафим говорит. Ну, один и 10 тысяч. Ну, еще сравнивать. Ну, вот нас мы трое сейчас молимся. Трое. А это 30 тысяч напротив, и они не лучше нас. Еще такой вопросик. Традиция свыше, это что имеется в виду? Это крещение? Нет. Три пункта. Первое. Ты должен признать себя абсолютно навсегда погибшим. Тебе нет места на земле. Ты будешь в гиене. Возмездие за грех смерть. Рименом 6,20. Ты смерть. И ты этих смертей заработал миллионы, сто тысяч. Я не к вам говорю, я к себе это говорю. Ты должен признать. Не просто я пойду к батюшке, он меня оставит. Он не может оставить. Я должен умереть за грех. Вот это первый шаг. Признание себя погибшим. Окончательно погибшим. А Бог прощает. Запомните, Бог никому, никогда, ни одного греха простить не может за так. Это будет уже не Бог. Он мог бы простить Еве, Адаму, и мы бы жили, не умирали. Они всего-таки плод запретный сели. И в 7500 лет люди умирают, вся земля уже кладбищем. А почему не простил? Он не может простить. Это не Божье свойство. Он не может. Бог не может солгать. Он не может. Бог не может самого себя отречься. Он не может. Это не его свойство. Вот и все. И когда мы это все узнали о Боге, мы говорим, ну а как тогда второй этап рождения? Бог-любовь. И Он с небес посылает Своего единородного Сына Божия, второе лицо Троицы, которая через преблагословенную Деву Марию принимает тело, от Духа Святого защатый. И Он рождается, воспитывается, и потом Агнец Божий, Евангелие Теанна 1,29, и говорит, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Он умер за меня, то есть за мой грех умер, не я, а умер Христос. Он стал моим заместителем. Этот крест на Голгофе мой крест. Эти бищи для меня бищи. Он меня заслонил и вместо меня свою спину подставил. Это мои руки должны быть пронзены за мой грех. Он говорит, Его грех я взял. Отец Небесный, прости его. За этот грех я ответил, я ответил. Я так, в простой форме говорю. Это второй ступень. И дальше, когда ты это понял, теперь грехи тебе должны проститься в крещении. Руками законного священника, троекратно, с полной головой, крещается раб Божий Игорь. Во имя Отца, аминь, ты вынырнул. Во имя Сына, ушел под воду, аминь, вынырнул. И Духа Святого, аминь. Вот, это рождение свыше. Крещение, это завершающий этап. А не так, пришел деньги заплатить, и бесплатно, где деньги берет священник, не подходи к нему, это разбойник. Но ты должен платить десятину на священство, со всех прибытков. Накопал картошки, десять мешков, мешок один, отвези батюшке. Заработал тысячу гривен, там что-то, какие у вас там зайчики, как называют, не знаю я. Рубли, рубли, рубли. Со ста рублей принадлежит десять рублей Богу. Это Божья идея. Я знаю, я, все. Я десятину, десятину, как обратился, плашу, и так, раньше платил, но... Ну, так, теперь, вот этот ролик, я его выставлю сейчас, он будет, ну, часа через три, он будет стоять. Ну, через четыре. И вы других людей призывайте и говорите. А внизу я сделаю комментарии, комментарии о крещении, обо всем. И вы батюшку призовите сюда. А дальше там ролики посмотрите, как у нас идет богослужение. Вот нынче было 17 мая. Приезжал архиерей. Сейчас его митрополитом поставили уже. У нас разбили на три епархии, нашу епархию. И как мы беседуем? Как он благословляет? Как я в алтаре снимаю? Я чтец, имею право в алтаре ходить. Я видел это все. Ну, так, люди-то, которые не видели, или вы им скажите, скажите, это архиерей служит с раскольниками, с еретиками, с псевдоправославными. Знаете, Тихович, время есть у нас еще? Потому что много вопросов еще. Так, ну, только быстро, потому что уже время было. Хорошо. Давайте. Скажите, вот Евангелие, которое вы раздаете, красненькие эти, где их можно приобрести, чтобы раздавать? У патриарха Кирилла. У патриарха Кирилла. Это великое чудо, что православные издали, бесплатно раздают. Я понял. А как белорусы могут его получить? Ну, обратитесь в патриархию, и получите. Патриарх Доброва. В свою местную патриархию. А? В свою местную патриархию, или куда? Или в Московскую? Я думаю, вы обратитесь, у вас кто там? Филарет, или кто, главное? Ну, как называют его? Наверное, Филарет. Вы обратитесь по порядку. Сначала к священнику, как называется, духовник. Поговорите. Скажите, я видел Евангелие, четверое Евангелие, крупным, жирным. И впереди написано по благословению патриарха Кирилла. И дальше уже разговариваете. Скажите, а мы можем это иметь? А потом добейтесь, напишите. Напишите архиерею своему, напишите уже Филарету. А потом напишите Московскую патриархию, переулок чистый пять. Скажите, мы вот Белоруссии, ваши родные братья у нас нет. И они могут прислать там. Вот. Им ничего не стоит, контейнер прислать. И вы в Белоруссии будете видеть, насколько Господь большой шаг позволил сделать патриарху Кириллу. Его обвиняют во многих, во многих делах. А это не поминают. Это неправильно. Если там видят, что он неправильно делал, надо видеть и добро. Иначе это будет нецельная фигура. Игнатий Тихович, еще вот ребенок, тут мой спит тоже. Хотел он вопрос такой задать. Как он так сформулировать его? Говорит, ну а как Бог появился? Как? Говорит, его что, тоже кто-то создал? Я говорю, ну нет, Бог один. Бог вечно. Он безначален. Ему начала нет. И все, на этом конец. Это скажи вопрос, который даже разумный человек и не задает. А как же материалисты признают материя вечная? Но за этим вопросом ничего не решается? Возникновение мира непонятно, цель жизни непонятна. Тебе одно понять. Бог вечен. Ниоткуда он не взялся. Он всегда был. И все на этом кончилось. Остальное уже в Писании. А он не понимает. Я не могу. Отойди от него. Отойди. Он оккупирован вражеской силой. Еще вот, когда, я так понял, что если человек Евангелие не читает, не принимает его близко к сердцу он и веры не может получить. Не верующий. Он не верующий. Написано, она говорит, что вера от слышания, а слышание от слова Божия. Римлянам 10-17. От слова Божия. Это семя, которое пало и дало плод. 30-60-100 крат. Я не говорю о сорняках, о дороге. Слово Божие. Вы родились от слова Божия. Живого, нетленного, Петр говорит. Вот признать, что Бог есть, не надо ничего. Достаточно понять звезды, откуда изучать природу. Достаточно. Но уверовать во Христа должно быть Евангелие. Должны быть проповедующие. Хорошо. Когда люди говорят, что это люди написали там от себя, чтобы люди очень сильно начали развращаться, чтобы их как-то усмирить и написали им эти законы. То есть, хотя я Луку Крымского читал и он приводил до доводов самых на то время ученых умов, они все согласились, даже не согласились, а сказали, что Библию человек не мог написать. То есть, они как ученые понимали, что это не человеком написано. Она зашифрована под семерку. Вы зайдите на наш форум и там зарядите Библию. Панин Иван Петрович 50 лет исследовал. Вот допустим, написано, вначале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. Количество гласных семь, количество согласных семь, каждая буква имеет цифровое значение. R это 100. Сложить вместе делится на семерку. Ни одной буквы нельзя убрать. Да? Да. И вот еще что-то подождите, я хотел вас быстренько спросить. А, я знаю, к нам там вы относитесь так, ну, все же, если сможете, может, расскажете мне про сны. Вы там разговаривали с одним человеком, с Алимом, что ли, и он там про мать говорил, у него тоже умерло, ну, что-то там говорил, говорил про крещение, а вы потом ему таки, ему говорите так, ну, ты еще скажи, что она пришла, во сне тебе воды напилась. Он такой говорит, ну, нет. А вот, меня еще почему тронуло, у меня когда мать умерла, она пришла и воду пила на кухне у меня. Это что значит? Это ничего не значит. Я ему сказал о том, что если она была не христианка, она в аду. Может быть, может быть, это может быть, мы еще не знаем. И поэтому, когда говорят, молились или что-то, она пришла и воды дали. Я знаю эту басню. А это, когда ты видел сон, он может быть от Бога, не от Бога. Но если ты видел крест, распятие, это от Бога 100%. А с собой бывает от заботы, от переедания, от чего угодно, от страха. Просто почему вот говорят как-то вот про эту воду, что пришла на пиццу, вот реально мне во сне... Забудьте, как будто я не говорил. Я ему сказал, он мусульманин. Он говорит, я христианин, он мусульманин. Я просто это удивил, а так думаю, может, вы знаете что-то об этом, потому что у меня этот сон был. Они говорят так, что вот мы молились за него, видим, он из огня вылез, а потом еще дольше молились, подавали за него там в церкви, и он уже там бак стоит с водой, он вышел, и воды напился и задал. Я про это на это сослался. Это все выдумки Златоуст называет бреди пьяных старух. Понял. Все понял. Так, хорошо. Сейчас посмотрю, я сейчас еще тут что-то тут. Ну, маленький ребенок, у меня еще есть три годика, я смотрю, все в церковь маленьких носят там и причащают их. Они там плачут, не хотят, некоторые. Стоит это делать или не стоит? Стоит. А если вы православный, придержитесь всех порядков православной церкви, но если он не хочет, это ваша вина. Ребенок, пустите детей, Господь говорит, пустите, а он не хочет. Это что-то в семье неладно. Это не так просто. А ты возьми дома ложечку, сделай все как по имитации такую и создай. И там батюшка будет когда давать, ты объясни ей. Скажи, вот по-детски там найди что сказать, они будут уже, а то у меня где-то в третьем... Я имел в виду, что я своего не причащал маленького. Я просто смотрю, что маленьких таких несут годовалых, двухгодовалых. Они же боятся там всего. Они отворачиваются им там силком. Это не важно. Они дети. У Ной, если бы были маленькие дети, они были бы в ковщеге. Они бы так же ели и пили. Надо причащать детей. Обязательно надо причащать. Не исповедь, ничего не надо, просто причащать. Не надо, кажется... Ну, бывает, говорят, в семи лет, но бывает, ребенок очень развитый, такой умный, то ему раньше надо. Он умышленно может делать зло. У меня в детский лагерь, там дети бывают разные. Бывает, ребенок совсем маленький, а делает зло умышленно. Его на исповедь надо. Что батюшка его со всех сторон расспросил, почему он это делает. Или отомстить желает, или что-то. И тоже наложить какую-то эпитемию ему, или поклоны. Ну, тут надо со священником говорить. Я же не священник. Но без эпитемии никому нельзя. Нельзя. Потому что Иоанн Анатолуев говорит, если священник не накладывает эпитемию, он гибнет сам и губит того, кого допускает. Все, две смерти. Вот, допустим, женщина сделала аборт. Правило Василия Ильича второе. Она отлучается на 10 лет. А сегодня на... Ну, на день, на два, может быть. То есть священники разбойничают. Тут уже мы прямо должны сказать. Патриарх Алексей Второй говорит, каких разбойников напринимали в церковь. Я показываю, где он говорит. Разбойник. Я согласен. Они не заботятся, ничего. И поэтому патриарх Кирилл говорит, состояние нашей всей страны и церкви духовной развалины. И надо работать. Ну, я знаю все это. И что из этого-то? Ну, по всем направлениям. Я знаю, народ не образован. Я веду занятия в пяти университетах. В двадцати школах. На заводах, на фабриках, во всех отделах милиции. Я про себя говорю. Три радиопрограммы веду. И все это бесплатно. Только в одном университете семнадцать лет. А мне ставку один раз только для безмяснинов. И определили по профессорской ставке еще с накруткой какой-то. Я терял не тысячу, а миллион рублей. Ни разу не получил. Я делаю для моего любимого Христа. И я встречаю людей, которые в заключении были. И то, что я у них выступал по рации, доставал динамики, приносили что-то. Они меня находят на дому не для того, чтобы убить. У них меняется. Они приходят в церковь. А люди-то, которые ничего не делают. Социальные программы. Я знаю. Вот дети. Я детьми занимаюсь. Детский лагерь. Вот заключенные. Я иду в тюрьме с ними работаю. Вот в стране не знают ничего. Студенты безбожьи. Я преподаю в школах. Я не могу все охватить. Но я что-то стараюсь сделать. А уж как Бог примет, я не знаю. По любому вопрос. Вот земля заброшенная. 21 тысяча поселений. Земля пустует. Мы получили статус официально. Православная деревня строится. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Вот пять принципов, когда первый разговор ведем с человеком. Ну пусть каждый делает, судит нас. Ничего не получится. И пусть наши правила в церкви будут. За семь минут все заходят. И полное молчание. И через семь минут молитвы, тайны, каждая, благодарение Богу за неделю, за священника, тогда только врата открываются. Им никогда этого не сделать. Они мирские люди. Я могу о них только сожалевать и плакать. А у нас это в порядке вещей. Им не одеть их по форме, как у нас. А у нас только пришел один, пять человек. Нам разницы нет. Специальные люди, которые быстро с ними занимаются. Одежда одели. В следующий раз они приходят уже готовые. Народ это любит, если им расскажешь. Они понимают, здесь серьезно. Здесь готовим встречу со Христом. Серьезности не хватает этой. А я при чем тут? Потому что вот... А? А я при чем тут, если у них не хватает? Пусть просят. Который дает, говорит, просто и без упреков. Если мудрости не хватает. Так, ну что, Игорь, прощаемся? Меня тут дождалось. Вы попали в как раз. Молитва утренняя. Они меня ждут, сидят. Спасибо большое, в принципе, на все вопросы. Спасибо, не говори. Спасибо, это мирское слово. Спаси Христос. Спаси Христос. О! То есть, ты желаешь спасения во Христе. В этот ролик не раз еще посмотрите. И внизу я вам дам там окрещение обо всем. С Богом. С Богом. Слава Иисусу Христу. Слава Христу. Вовечая слава. Так, сейчас мы встречаемся. Будем молиться. Сейчас мы не выпущем. Так.